Что же можно представить себе, с каким рвением вот такие депутаты возьмутся теперь за создание новой службы финансовых расследований? Соответствующий законопроект подготовил Кабмин и уже отправил в профильный парламентский комитет. В правительстве рассчитывают на принятие законопроекта уже в ноябре, а значит и на полноценную работу новой службы уже со следующего года. Любопытно, что в Кабмине не собираются даже настаивать на том, чтобы депутаты проголосовали именно за правительственный законопроект. Мол, если подготовят свой, то нужно принимать и его, чье авторство значения не имеет. Служба финрасследования должна заменить в Украине налоговую милицию. Это ведомство было создано еще в середине 90-х годов, пережило две революции и нескольких президентов, но голосование за госбюджет в декабре прошлого года поставило точку в истории налоговой милиции. Депутаты случайно ее ликвидировали, а вот замену только предстоит создать. Впрочем, и в налоговой милиции сдаваться не намерены. Как раз на этой неделе отчитались, что государству очень нужны. Только за 9 месяцев нынешнего года вернули в бюджет почти 3 миллиарда гривен. Половину по результатам расследований уголовных производств. Но ощущение такое, что недолго еще налоговой милиции отчитываться. Этот орган вместе с другими силовыми ведомствами так дурно прославился давлением на бизнес, что выживать дальше вряд ли сможет. И новую службу финрасследований все-таки создадут. Нещодавно была встреча с бизнес-ассоциацией, которую проводил президент. Был присутен на ней генеральный прокурор, я как премьер-министр. Мы приняли ряд важливых решений. Первая инициатива, которую я внес, маски шоу-стоп. Я наводил статистику про обшуки. Абсолютно безподставные, я вважаю. Заходят в помешканья подприемцев, на подприемства до подприемцев, проводят обшуки, а вот что-то найдут, чтобы потом против него еще глубже порушить криминальную справу. Для нас важно, чтобы закон был принят, и эпидемия тиска на бизнес была остановлена. Это принципово важливым, и хочу просто сказать абсолютно всем. Это будет фокус, на котором мы будем осуществлять свои угла. Ну, в жодном разе. По-перше, принциповым моментом є прибрати, ліквідувати податковую міліцію, как вы знаете, воно и сейчас есть по закону, по-за межам закону. Еї треба прибрати з Державної фискальної службы. Бо без цього перетворити Державну фискальну службу у сервісную службу неможливо. Когда есть Дубинка в руках, про сервис никто не думает. Поэтому, особенно когда Дубинка Калашников, тут взагалі про сервис никто не думает. Поэтому, конечно, это принциповым вопросом, поэтому точно такая модель не рассматривается. А в урядовом законопроекті, в принципе, где будет находиться эта служба, это четко неизначено, это будет решением уряда. Досвід других стран говорит о том, что в большинстве стран таки органы находятся в сфере координации Министерства финансов. И это понятно, потому что Министерство финансов занимается тематикой финансов. И поэтому, конечно, финансовые сложения должны быть в координации Министра финансов. Это логично, и это відповідає логике державного управління в нашій країні, а також міжнародному досвіду. Ну, посмотрим, посмотрим, отдадуть ли вам такой лакомий кусок. Ещё один вопрос для вас, уже традиционный, наверное, о сотрудничестве с МВФ. Всю неделю в украинских медиа обсуждают переговоры с МВФ. Вернее, их провал. Некоторые эксперты, политики даже радуются этому. Говорят, что если Украине не дадут новый транс, что это хорошо, значит, не придётся выполнять кабальные условия фонда. Что вы можете ответить на вот такие заявления? Украина действительно уже может обойтись без сотрудничества с фондом. Мы ещё не на той стадии, чтобы говорить, что сейчас мы можем дальше рухаться самим. Тобто, нужно продолжать шлях реформ. И это вне зависимости от МВФ. Нам это нужно. Это нужно нашим гражданам, чтобы у нас был рынок газа, чтобы цены уменьшились, была больше конкуренция, чтобы у нас была эффективная система охраны здоровья, пенсионная система, развивался бизнес-клімат. То есть у нас есть над чем сейчас работать. И на этом этапе нам также нужно МВФ, а также залучение новых инвестиций. Потому что мы сейчас створили новые рынки, мы створили новые возможности для развития бизнеса. И для инвесторов в співпрации с МВФ является ключевым сигналом, что Украина на правильном шляхе. Поэтому это выигрышная ситуация для всех. И поэтому мы серьезно ставимся на наших отношениях с МВФ. И я уверен, что мы будем активно далее просустися конструктивно по этой программе и успешно завершим ее в 2019 году, как планировалось. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет развиваться сотрудничество с фондом. Министр финансов Украины Александр Данилюк отвечал на мои вопросы. Кстати, в Нацбанке уже не рассчитывают получить очередной транш от фонда до конца этого года. Хотя еще недавно заявляли, что деньги от МВФ ждут до конца декабря. Новый прогноз от Нацбанка уже первый квартал 2018. Пришлось НБУ ухудшить также прогноз по валютным резервам Украины на конец этого года с 20 до 18,5 миллиардов долларов. Продолжение следует...